Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Тому, кто испытал сильнейшую боль в спине или в шее и попробовал лечиться без мануальной терапии, не надо объяснять пользу метода, который способен принести облегчение сразу, а потом в считанные дни способен восстановить полное здоровье и активность. Если добавить сюда абсолютную натуральность и естественность метода, то при острой боли цены ему нет. Мануальная терапия славилась своей чудодейственной силой из древних веков. В то время это был единственный эффективный метод лечения самых разных болезней. Суть его осталась прежней – ручное врачевание. Об этом мы поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, с нашим гостем. Это Антон Епифанов, врач-невролог, заведующий клиникодиагностическим отделением Медицинского центра «Самарский». Здравствуйте. Здравствуйте. Кто такой мануал? Это мануальный терапевт или это что-то другое? Мануал – это доктор, который имеет как минимум две специализации. Это специализация по неврологии или травматологии и дополнительный сертификационный цикл по мануальной терапии. Сейчас еще есть уступатик как отдельный вид мануальной терапии. Недавно только она вошла в реестр специальностей. То есть мануал и мануальный терапевт – это одно и то же, что понимала я и наши зрители, соответственно. Антон, еще с древних веков тогда это не называлось мануальным терапевтом. Просто сейчас произошла некая трансформация. Да, костоправ, но тем не менее считалась лекарством от всех болезней. Так ли это на самом деле? Лекарство от чего на сегодняшний день мануальная терапия? Мануальная терапия призвана заниматься функциональными нарушениями. То есть, допустим, у человека не выявлено каких-то серьезных нарушений на рентгене, допустим, при диагностике или во время МРТ-обследования. Но тем не менее человека беспокоят какие-то вещи с шеей, головные боли, боли в суставах. Часто делает человек рентген, допустим, у него артроз первой-второй стадии, ну, начальных стадий, так скажем, который еще не должен проявлять себя болевыми синдромами. Но тем не менее он себя так проявляет. И как раз вот это и есть точка приложения для мануальной терапии. Когда еще нет каких-то выраженных органических изменений, именно в этот период мануальный терапевт и должен начать свою работу. Ну, а что такое все-таки мануальная терапия? Как это понять, пощупать, почувствовать? Это метод, при котором терапевт увеличивает функциональные возможности суставов, рядом расположенных тканей. То есть, возвращает им былую подвижность. То есть, сустав начинает двигаться в нормальном для него полном объеме. Считаете ли вы сами данный метод лекарством от всех болезней? И, наверное, я так понимаю, что вы и ваши близкие все здоровы, коль скоро вы им владеете. Ну, насчет близких, конечно, мы проводим. Тут, скорее, все-таки человек должен быть самоактивным и должен обязательно проводить, ну, не быть гиподинамичным. Сейчас как бы беда. Это люди в основном или за компьютером, или за рулем. Поэтому проблем, конечно, таких масса. И без активности самого человека восстановить, полностью укрепить его мышечную систему невозможно. Но, тем не менее, если вовремя обратиться, настроиться, то, я думаю, что какой-то запас здоровья для позвоночника и суставов с помощью иммунальной терапии можно приобрести. Скажите, пожалуйста, чем вас привлекло данное направление уже, я так понимаю, сами его выбрали для себя? Да, да. Ну, я начал заниматься массажем еще на втором курсе. Мы закончили курсы в нашем медицинском университете. И вот с массажа постепенно я прошел специализацию вначале по неврологии, потом по спортивной медицине, потом по мануальной терапии, обучался по стопатии. Ну, конечно, как я могу не верить в этот метод, если я много-много лет, получается, с 2002 года применяю его в своей практике. Но это единственный метод, которым действительно можно ощутить его в руках непосредственно. Что нужно обязательно знать и понимать человеку, который обращается к мануальному терапевту? Очень важно, чтобы человек предварительно все-таки имел при себе хоть какие-то минимальные обследования. Потому что мануальная терапия – серьезный метод, и он имеет свои противопоказания. Поэтому хотя бы рентгенологические исследования, МРТ-снимки, которые позволят доктору посмотреть, что реально происходит в тканях позвоночника, суставов, чтобы, самое главное, не навредить. То есть, ну, это самое важное. Антон, я лично сама видела, как минимум, нескольких специалистов, мануальных терапевтов, которые, ну, в общем, позволяли себе определять степень заболевания на ощупь. Не требуя никаких дополнительных анализов. Насколько это достоверно все? Вы знаете, ручными руками можно определить лишь косвенные признаки. То есть, действительно, можно посмотреть, увидеть какое-то ограничение подвижности там между определенными сегментами позвоночника. Это довольно такой хороший метод диагностики. Но, тем не менее, обязательно выполнять, то есть, я хочу обратить внимание на это, обязательно выполнять исследования. То есть, ну, если доктор не делает этого, как бы это риск. Поэтому лучше этого риска не допускать, чтобы не иметь побочных действий от такого хорошего, по сути, метода. Ну, а давайте прямо вот, собственно, что далеко ходить за примерами. Вот я пациент ваш, у меня болит сустав руки. То есть, вот, придя к вам, мне уже нужно что-то с собой лучше иметь из анализов. Или вы посмотрите руками и определите, что происходит. Ну, в вашем случае, может быть, немножко сложнее, потому что, ну, с кистями обращаются не очень часто к мануальным терапевтам. Но, в первую очередь, диагностический поиск будет смещаться на исключение каких-то серьезных заболеваний. Допустим, каких-то ревматических болезней. То есть, необходимо будет сдать биохимический анализ крови на выявление маркеров воспаления суставного. И если там будет все в порядке, и у вас по анамнезу, то есть по истории вашего заболевания нету, каких-то там переломов, травм, то, в принципе, можно будет начинать заниматься с вами методом мануальной терапии. Ну, это вы мне уже скажете на первом приеме, я так понимаю, что нужно сделать. Согласен. Хорошо. А с чем все-таки чаще всего обращаются к вам? Чаще всего это головные боли и грыжи на шейном и поясничном уровне. Самые частые. Ну, грыжу человек ведь не может сам диагностировать у себя? Не может, да, верно. В основном эти люди приходят от полинклинических неврологов. То есть, человек попадает с болями в спине, доктор по стандарту диагностики назначает или МРТ, или рентген, выявляется или сама грыжа, или ее признаки, и человек попадает уже к мануальному терапевту. То есть, вот к вам просто так с улицы люди, как правило, не приходят, приходят только по направлению? Или случается? Приходят и сами по себе, от знакомых. Ну, то есть, основной поток, наверное, это люди, которые кому-то порекомендовали, и они вот приходят. И они решили назначить себе такой вид лечения? Да, да, да. Не всегда, кстати, то есть, это мои пациенты. Часто человек приходит, я не обнаруживаю никаких у него вещей, с которыми можно поработать. И передаю его или неврологу, или массажисту. Вы сказали, что первым пунктом по частоте обращения назвали головные боли. Антон, с вашего позволения, мы попросили нашего спортивного корреспондента Сергея Кизоркина быть где-то здесь неподалеку, помочь нам, чтобы вы на примере, может быть, могли нам показать, как и что. Кстати, вот Сергей уже пришел. Сергей, иди к нам, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, что потратил свое время. Здравствуйте, Сергей. Головные боли, я так понимаю, что это всего скорее проблема в шейном отделе позвоночника. Извините, что пытаюсь на себя брать функции, как у доктора. Смотрите. Но на самом деле это достаточно часто, и часто у тех, кто занимается спортом, и кто не занимается спортом. Самые распространенные боли – головные боли напряжения. Это те боли, которые возникают у работников офиса ближе ко второй половине дня. Ну это тоже про тебя, целый день за компьютером. Да, то есть это люди, которые ведут, ну, образ жизни компьютерный, и после двух часов у них начинается боль в области затылка, лба, купируется она только приемами каких-то нестероидных препаратов или отдыхом, после сна обычно проходит. На выходных не возникает. Ну то есть вот люди уже сами как-то могут себе на основании этого поставить какой-то предварительный диагноз. Есть головные боли пульсирующего характера – это мигренозные головные боли. Это вот здесь? Это, да, это виски, и в основном эта боль связана с патологией шейного отдела позвоночника или имеет наследственный характер, чаще у женщин. Ну, я вижу спортивное телосложение, соответственно, вы занимаетесь, соответственно, у вас могли быть какие-то травмы. Я слышал, вы сказали, что у вас в висках бывает пульсирующая боль, больше с правой стороны, да? Ну, правая, да, в основном. Вот сосудистая головная боль, она все-таки характеризуется односторонностью. То есть если, допустим, головная боль напряжения, то люди обычно говорят, это шапка на моей голове, то или обруч, то сосудистая головная боль, она все-таки односторонняя. Ну, она по зоне кровоснабжения одной артерии, поэтому, собственно, она с одной стороны. Очень часто так бывает, что в позвоночнике идет у нас позвоночная артерия, и именно ее сплетение раздражается шейным отделом. Очень часто так бывает, когда люди, вот обратите внимание, может быть, кто-то из родных у вас так делает, знаете, разминает самостоятельно шею, крутит головой в разные стороны. Да, да, да. Очень часто люди так делают. Вот именно при этих движениях раздражается сплетение позвоночной артерии, и возникают вот эти вот характерные пульсирующие боли. А вот можно сразу вопрос? Да. Вот иногда сидишь за компьютером, и, естественно, голова устает, и пытаешься, естественно, размять. То есть из-за этого потом, может, да, боль произойти? Вот именно из-за этого и происходит. Да вы что? А нам же все время говорят, разминайте, может, даже зарядку хотели на работать. А я сейчас вам объясню, почему так происходит. У нас, ну, не вдаваясь в какие-то глубокие подробности, 7 шейных позвонков, да, теперь представьте, что есть функциональные блоки, то есть ограничения подвижности на самом верхнем уровне, на самом нижнем. Ну, так обычно бывает. То есть, ну, с возрастом человек накапливает эти ограничения. Ну, там, в результате травм, еще чего-то. Двигаться остается очень хорошо, так средний шейный отдел. И когда человек вот эти движения совершает, как бы он и так подвижный, средний отдел, он его разбалтывает, каждый раз раздражая позвоночную артерию свою. И, соответственно, получает вот эти вот мигренозные головные боли. То есть, если прекратить это делать, хотя бы прекратить, уж даже не, там, не идти лечиться, а хотя бы не делать вот этих вот... Так, больше шею не разминаем на ручьем месте. А что тогда делать? То есть, для начала прекратить вот это делать, сделать ремьер... Вообще, и по утрам тоже? Или по утрам все-таки можно разминать? Есть, смотрите, есть движения безопасные, это повороты, это вот как, знаете, в индийских танцах движения там, да, какие-то, но... У вас хорошо получается. Спасибо, да. Но вот движения, когда голова делает такие круговые движения, или когда мы запрокидываем голову назад, они вредны. Антон, да, вот это очень важно, то, что вы говорите. Давайте, раз тем более Сергей согласился нам помочь, давайте покажем движения, которые нельзя делать, чтобы зрители вот уже не сомневались. Тогда я на вас и покажу. Еще раз, да. Могу встать, да? Можете. Вот, Сергей, спасибо. То есть, смотрите, движение можно делать наклон, можно делать латерофлексии, то есть боковые наклоны. Аккуратно, в доступной амплитуде. Если появляется боль во время упражнения, ну, во время одного из движений, естественно, это уже нехорошо. И самое опасное движение, это вот такое движение. Вот так поклоны нельзя. Его делать не нужно. В никаком случае. Потому что вот верхний шейный отдел, ну, мы представляем, что он заблокирован, нижний шейный тоже как бы двигается не очень хорошо, да, потому что, ну, мы не все спортсмены. А средний шейный, он разболтанный. Поэтому это, конечно, очень опасно. Ну, сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. В домашних условиях, кстати, можете у своих домашних проверить. То есть вот простой очень способ. Мы под затылком делаем такой защеп, такое движение и смотрим, не болезненно ли где-то с одной стороны. Это можно, наверное, даже самому себе так попробовать сделать. Хорошо. Терпимо делаю. Отлично. Отлично. Хорошо. И смотрим напряжение с двух сторон в мышцах, в трапециевидных. Как его определить? А как определить, да. Ну, вообще эта зона, она очень эмоционально активная. Ну, еще в дополнение. То есть если человек переживает, у него стресс, там он суетится, бегает много, то, конечно, он немножко прижимается. Мышцы твердыми становятся? Твердыми. Особенно это касается женщин. А если он такой расслабленный, то, конечно, здесь… Но о чем нужно сказать? Что если спазм постоянно держится, да, в мышцах надплечья, то… Но это бесследно не проходит. От этого тоже разливается напряжение и на область затылка. То есть оттуда и появляются вот эти головные боли напряжения. Вот сейчас посмотрим характерные точки между лопатками. А вы нам скажете, если болезненно где-то… Ну, вот здесь, да. Вот. То есть даже уже на этом уровне есть. Давайте другую ручку. Свободненько. Вот здесь. Тоже болезненно, да. Сейчас примерно покажу, как определяется объем движения. Ну, вот как врач-мануальный терапевт определяет. Свободненько. Так, ну, это, в принципе… Посмотрим с другой стороны. Свободненько я сам прям. Здесь есть функциональные блоки. То есть голова в норме поворачивается где-то до 90 градусов. Ну, у него такого движения нет. Это плохо, да? Ну, конечно. То есть оно должно быть… И еще очень интересное движение свободненько. Здесь есть такое движение свободненько. Здесь вот есть блок. То есть должно быть движение вот такое. А здесь вот его. А вот что вы определили в связи с этим? Какие проблемы? Это вот то, о чем я говорю. На самом деле, конечно, шаблонный подход не всегда подходит. Но есть конкретные слабые звенья в шейном отделе позвоночника, которые обычно и страдают. То есть верхние шейные самые позвонки – это атлант, второй позвонок. На самом деле, то есть действительно, вы пациент с функциональными нарушениями. То есть если сделать вам снимки, мы не увидим никаких противопоказаний, можно начинать как бы с вами заниматься, да? Я думаю, что, ну, тут где-то 2-3 процедуры, и в принципе шейный отдел будет достаточно свободен. Эти головные боли, да? Правильно, я понимаю. По крайней мере, у него вернется функциональная подвижность шеи, перестанет раздражаться позвоночная артерия. И в течение, там, где-то 2-3 недель, если он перестанет крутить голову, я думаю, что от этих головных болей он, ну, избавится. Ну, все, Сергей, пошел лечиться. На самом деле, разговор важный, поскольку вот эти проблемы очень у многих. Вторые по распространенности, если верить вам, это грыжи, правильно? Отлично. Какие грыжи чаще всего бывают? И вот что должно насторожить? Почему нужно пойти к доктору? Да. Хороший вопрос, очень актуально. Грыжи очень часто поражает поясничный отдел позвоночника и шейный. В основном нижние сегменты. То есть, ну, на МРТ заключение это между 4-5, 5-м и 1-м крестцовым позвонком возникают грыжевые выпячивания. В какой момент жизни это может случиться? Это обязательно должно быть врожденное, либо это приобрести? Это тоже очень такой хороший вопрос, потому что актуальны грыжи от 25-ти где-то до 51-го года. То есть, примерно с пиком на, там, 40 лет. Что значит такое актуальны? То есть, они в этот период возникают и доставляют наибольшее беспокойство. После, ну, у кого-то 50-ти лет, у кого-то после, там, 60-ти лет грыжи сами себя уже начинают проявлять меньше, потому что они теряют влагу, ткань становится более сухой. Но на первый план выходит уже артроза. То есть, артроз позвоночника, он имеет место. Очень распространен в старшей возрастной группе. Хотя очень похож на проявление именно грыжи. Поэтому, конечно, вот диагностика, что болит у человека, это грыжа или это артроз, или это какие-то функциональные нарушения, последствия травм. То есть, вот, без этой четкой диагностики, дифференцировки, лечения, конечно, проводить нельзя. Ну, а как все-таки заподозрить у себя грыжу, скажем, позвоночника? Грыжи в основном, если они актуальны и дают боли, вообще всего 5% грыж вызывают вот эти проявления радикулитом, которые называются. Классический радикулит – это когда боль ирадиирует по ноге, вниз, ниже колена, достает до стопы, до пальцев, до пятки. Если боль всего лишь отдает, ну, до уровня колена или выше, в бедро, чаще всего все-таки это не грыжа виновата и не корешковый синдром, а артроз и другие, там, статодинамические нарушения. Ну, по-русски, в общем, человек имеет неправильный двигательный стереотип, неправильно сидит, спазмирует свои мышцы и имеет вот такие вот отраженные боли. Если я правильно понимаю, грыжа – это выпирание хрящевой ткани между позвонками. Да, верно. И, соответственно, вылечить ее нельзя. Значит, смотрите, у нас ядро, у нас диск состоит из ядра и кольца. Кольцо состоит из волокон очень плотных. При неправильных движениях или при отсутствии движения, то есть два фактора возникновения грыжи, или полное отсутствие движения, то есть человек все время сидит, перестает двигаться суставами, позвоночником, там начинаются дистрофические процессы, и, соответственно, вот эти волокна разволокняются, и ядро как бы выходит наружу. И второй момент – это травматический во время спортивных нагрузок. Часто люди сами себя травмируют, то есть, допустим, бывает так, что, ну, крупный мужчина, там, спрыгнул с подножки, там, куда-то, там, то есть травма. Или резко что-то поднял с кривой спиной и резко разогнулся, и как бы в этот момент у него появляются вот эти вот ощущения. Что является тревожным симптомом, на что нужно обратить внимание? Первое – это ночные боли. То есть самое серьезное, с чем в основном люди и приходят, это ночная боль в спине, куда-то она отдает, там, в ногу и так далее. Если у вас есть ночные боли, то это непременно, как бы, должно быть звоночком для вас, чтобы вы обращались. То есть не надо ночные боли терпеть и думать, что, там, через какое-то время это все пройдет. Они могут не купироваться долго, процесс затянется, и, как бы, потом с ним бороться гораздо сложнее. Чем вы можете помочь? Мы же все хотим лечиться без лекарств, естественно, без операции. Что может в этом случае мануальный терапевт? Мануальный терапевт, конечно, во время обострения работать на позвоночнике не должен. То есть если очень сильные боли и грыжа воспалена, то дергать, там, что-то крутить и восстанавливать объем движения не нужно. Организм защищается спазмом и ограничением движений. Поэтому в этот период, ну, мануальный терапевт, мы уже говорили, это человек с несколькими сертификатами. Поэтому, вот я невролог, поэтому я острый период начинаю лечить, ну, нестероидным противовоспалительным препаратом. Медикаментозно, то есть все-таки, да? Снимается воспаление, только затем уже можно начинать процесс реабилитации. А вот как понять, скажем так, вот примитивно, что происходит, когда вы начинаете немедикаментозные методы лечения? Вот что с этой грыжей происходит, что она перестает беспокоить, скажем так? Угу. На самом деле грыжа, вот сама по себе, у нас сейчас такая тенденция, просто действительно очень, это называется гипердиагностика. Когда сейчас у нас очень развивается диагностическое направление, в городе много МРТ-томографов, компьютерных томографов. И люди, как бы, делают МРТ, и грыжа у них часто очень является, тоже хочу обратить внимание, это случайная находка. То есть, на самом деле, случайная находка, которая не дает клинической симптоматики. И беспокоила ничего. Да. Но люди, делая МРТ, обращают на нее очень большое внимание. Между тем, при клиническом осмотре уже понятно, что это не грыжа его беспокоит, а артроз, допустим. Или у человека действительно там есть функциональные грубые нарушения, мышцы в глубоком спазме. Вот, ну, наличие грыжи, как бы, фокусирует на себе внимание, и человек, как бы, отвлекается. Про операции хотел бы сказать. Оперативное лечение, оно показано только в определенных случаях. Если вы лечились три месяца, неэффективно, и у вас сохраняется стойкий болевой синдром. Если у вас есть, ну, это так называемое тазовое расстройство. И если у вас появилась слабость в стопе, в ноге, это 100% показание к оперативному лечению. И размер грыжи, естественно, да. Если этого всего нет, и, грубо говоря, даже есть грыжа, даже есть болевой синдром, но вы всего две недели, как страдаете этим, то про операцию думать не нужно. Нужно, прежде всего, нормально получить курс консервативной терапии, восстановиться у мануальной терапевта, там, если можно, нет противопоказаний, массаж, физиолич. И только потом, если вдруг неэффективно это окажется, тогда можно думать о нейрохирургии. Скажите, пожалуйста, можно ли заменить мануальную терапию массажем? Люди часто путают эти два понятия. Да. Чтобы еще дать полезную информацию, массажист имеет иной уровень образования, работает на других структурах позвоночника, на мягких, и не должен применять каких-то, это называется, трасты в мануальной терапии, когда позвоночник щелкает, феномен вот этого щелчка. Массажист, ну, он может навредить, он работает на мягких структурах, на фасах, на мышцах, он убирает спазмы. И действительно, настоящий массаж может быть эффективен, ну, только он имеет свои показания. Вот, допустим, нет у человека функциональных блоков, большой грыжи, он вне обострения находится, тогда массаж. Если у человека есть большая грыжа, допустим, да, есть опасение, что массаж может навредить, то, конечно, тут только мануальная терапия. Ну, массаж... А в чем разница между ними, мануальной терапией и массажем? Ну, во-первых, мануальный терапевт часто работает после массажиста, допустим, просто массажист, он подготавливает зону для работы, он расслабляет, для того, чтобы мануальный терапевт мог провести какую-то манипуляцию на позвоночнике, устранить функциональный блок. Можно сказать, что вы вправляете суставы, или это будет неправильно? Сказать, что мы ставим что-то на место, нет. То есть, ну, идеально это, конечно, было бы на пальцах показать. То есть, ну, у нас есть суставы, да, которым свойственны движения не только в физиологических плоскостях, но и немножечко они должны играть. То есть в тех плоскостях, которые для них не совсем характерны. То есть мы можем их вытягивать, там, как-то артикулировать, да. То же самое должно быть в позвоночнике. Часто бывает так, что вот как у Сергея было, да, мы поворачиваем голову, а она не делает того движения, которое должно. Вот там оно должно быть, то есть должен быть, ну, водители бы сказали, люфт, а его нет. Вот для восстановления вот этого движения мануальный терапевт, собственно, и работает на тканях. То есть это возможно? Конечно. То есть, чем нравится вот мануальная терапия, после первого сеанса человек может оценить ее эффективность. То есть не надо ходить 10, там, 15 раз. Один-два раза человек ходит, и уже он ощущает, да, вот у меня лучше голова, сразу меньше там головные боли становятся, допустим. Вы знаете, должна сказать, что люди мануальных терапевтов побаиваются. Почему? Ну, именно из-за того воздействия, которое производится на позвоночник, и из-за боли. Должна ли обязательно во время сеанса мануальной терапии быть боль? Нужно ли ее терпеть? Боли, конечно, не должно быть. Потому что, ну вот, если логично так представить, то мануальный терапевт должен работать на свободном позвоночнике. То есть когда человек лежит, отдыхает, расслабляется, именно в этот момент можно что-то где-то там, допустим, увеличить подвижность, да, сделать вот эту манипуляцию. Если человек напряжен, он в каком-то спазме, да, то это, получается, уже не мануальный терапевт, а борьба. То есть не надо бороться, конечно, вот именно в этот момент боли может возникать. То есть боли быть не должно. К сожалению, непрофессионализм в нашей жизни во всех сферах присутствует, здесь уже никуда от этого не денешься. Неопытный мануальный терапевт на самом деле может нанести, могут быть серьезные последствия после такого сеанса? На самом деле могут быть серьезные последствия. Я хочу сказать, что даже в своей практике, когда у меня приходят, допустим, пожилые пациенты, там, 6-10, там, ну, не пожилые, но пациенты, которые уже, ну, им не 30 лет, да, и мы вынуждены искать способы, вот, как можно мягкие воздействия на них. Поэтому мне даже приходится отказываться от своих любимых приемов, вот, в пользу, как бы, не навредить этому человеку. Ну, есть люди, которые не боятся. Вот, конечно, это, в этом плане это плохо. Последствия бывают, то есть, то же самое, вот, у пожилых людей бывают на позвоночнике отростки. И если производить какие-то резкие движения, манипуляции, особенно на шее, там, на поясничном уровне, эти отростки могут отламываться, могут повреждать сосудистонервные пучки. То есть, на самом деле, есть серьезные осложнения. Не называя сейчас никого, тем не менее, вы можете дать какие-то советы людям, что должно насторожить, например, как человек может почувствовать, что лучше не нужно проходить сеанс у этого конкретного специалиста. Ну, я приведу такое, просто из прошлого, из моего пример, когда у меня пациентка приезжала из другого города, не из Самары она была, и она говорила так, сеансы стоили довольно дорого ей, и на пятом сеансе, когда она не почувствовала, на пятом сеансе, то есть, мы говорим о том, что человек сразу должен чувствовать облегчение какое-то во время мануальной терапии. На пятом сеансе доктор предложил ей сделать рентген. Говорит, наверное, если дальше так пойдет, мы сделаем вам рентген. То есть, он сам, как бы, на пятом сеансе, вот это, конечно, должно насторожить. То есть, доктор, во-первых, должен иметь сертификат по мануальной терапии, непросроченный, потому что мануальные терапевты, они... И лучше бы пациенту об этом знать. Конечно. И пациент должен следить за тем, ну, может быть, это неправильно я говорю, но он должен все-таки, какой-то алгоритм должен соблюдать. Обязательно диагностические какие-то мероприятия. То есть, мануальный терапевт тоже врач, он должен посмотреть анализы. То есть, недостаточно ручного обследования все-таки, как мы уже говорили. Нет, ручного обследования недостаточно. МРТ и рентген должен быть, потому что врач имеет, прежде всего, онконосторожность. То есть, ну, не хотелось бы об этом говорить, но бывают пациенты с метастазами, с какими-то врожденными аномалиями. То есть, чтобы просто на ощупь через кожу увидеть, допустим, там, спину бифиды или еще что-то, это невозможно сделать. Поэтому лучше все-таки иметь не готоскоп и снимок. Посмотрел и уже спокойно работаешь с человеком. То есть, человек должен обязательно нести с собой анализы свои. Ну, результаты обследования. Ну, и последнее, наверное, вы уже сказали, что у вас есть пожилые пациенты. Но, тем не менее, подходит ли мануальная терапия для пожилых и детей? Да. Ну, с детками вообще все, как бы, проще для меня. Потому что я работаю со школьного возраста. Мануальная терапия им показана при нарушениях осанки. Они очень быстро реагируют на это лечение. То есть, ну, им не требуется даже иногда 5-6 раз. То есть, это буквально 1-2 раза, плюс массаж и грамотный ЛФК, коррекция осанки. И, в принципе, ребенок уже может, как бы, дальше продолжать профилактироваться самостоятельно, без врача. А пожилым пациентам просто потщательнее пообследоваться. В основном потому, что это пациенты уже, как по-русски сказать, ну, коморбидные. У них много разной патологии. И если, вот, допустим, там диабет, давление, устопороз. Поэтому, ну, техники мануальной терапии уже будут не такие широкие. То есть, мы немножечко уже возьмем. Но, тем не менее, работа с этими людьми достаточно благодарна. Они хорошо очень реагируют на лечение ручное. Поэтому, ну, тоже наши пациенты. Ну, я думаю, что, может быть, после этой беседы страха перед мануальным терапевтом станет меньше. Но мы поняли, что все-таки и самому какими-то знаниями нужно обладать и соблюдать определенные алгоритмы, скажем так. Спасибо большое, Антон. Спасибо. При лечении ряда заболеваний, своевременно проведенная мануальная терапия позволяет значительно сократить применение лекарств. Или даже полностью обойтись без них. И, как мы только что узнали, в серьезных случаях можно даже избежать хирургического вмешательства. Но, если кто-то предлагает вам за одну процедуру выпрямить позвоночник, знайте, что вы попали, скорее всего, не к мануальному терапевту и даже не к костоправу. Стоит ли доверять ему свое здоровье? Подумайте. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова